Сегодня я хочу вам и похвастаться, и пожаловаться одновременно, причем об одной и той же вещи, которая мне как нравится, так и не нравится. Значит, с чем я столкнулась в последнее время? Я очень часто начала замечать, что когда я сижу в кадре без макияжа, мне состояние моей кожи и как она выглядит нравится даже больше, чем после того, как я наношу тональную основу, консилер и все в таком духе. Я не знаю, с чем это связано, возможно, это связано с тем, насчет чего я как раз-таки и хочу похвастаться, это то, что я, в принципе, довела свою кожу сейчас до очень хорошего состояния, мне нравится, как выглядит моя кожа, мне нравится, что мое лицо полностью очистилось, нет каких-то сейчас серьезных высыпаний, были недавно, там, пару недель назад, и все не могла определить, что это такое, на самом деле оказалось, что это провоцирует сывороткой ночной крем, я их сейчас заменила, и вообще все стало очень идеально, в общем-то, в целом мне все нравится, кроме того, что у меня до сих пор еще осталось, и я с этим борюсь, но осталась текстура, которая вот здесь вот особенно проглядывается, и когда я без макияжа, она почему-то сглаживается, но как только я наношу макияж, особенно я в последнее время увлеклась разными пудрами, как только я делаю эту зону матовой и покрываю ее какой-то косметикой, все становится намного хуже, чем было до того, как я вообще что-либо наносила, и я задумалась, зачем мне вообще тональные основы, которые более плотные, или стойкие, или перекрывающие, вот по сути мне же нужно что-то очень легкое, какой-то флюид, который просто слегка выровняет общий оттенок кожи, и все, в принципе, мне даже больше ничего не нужно, и долгое время я очень любила всякие сияющие тональные основы, я их абсолютно ничем не закрепляла, и мне нравился тот эффект, который они создают, и все это привело меня к тому, что я начала искать в интернете какие-то флюиды, какие-то очень легкие, даже легчайшие какие-то тональные основы, которые будут подходить под мои сегодняшние требования. И первая тональная основа, на которую я попала, это была новинка от Lumine, называется эта тональная основа Natural Glow Fluid Foundation, и сейчас я предлагаю, чтобы Ира из будущего с вами попрощалась, и мы с вами посмотрели на Иру из прошлого, которая еще без нанесенной тональной основы. Мы чудесным образом переместились во времени, и сейчас я буду открывать эту тональную основу и наносить ее на лицо, и делиться с вами какими-то своими первыми впечатлениями. И первое впечатление, бутылочка как будто намного меньше, чем я ожидала, когда смотришь на эту коробочку, не ожидаешь, что там такая маленькая бутылочка в середине, но тем не менее по объему здесь все стандартно, это 30 мл, и оттенок я в себе взяла номер 2 Ivory. Что касается внешнего вида, очень красиво, но учитывать нужно и то, что это не дешевая тональная основа, то есть в принципе ее можно зачислить и к люксовым, а от люксовых мы и ждем вот такой вот красивой упаковки. Здесь указано тоже, что ее нужно встряхнуть перед нанесением. Я решила, что наносить эту тональную основу я буду спонжем, по крайней мере посмотрю, как все дело пойдет, потому что из-за того, что это флюид, может быть спонж будет съедать довольно много средства, но тем не менее посмотрим. Оттенок вроде, кстати, мне подходящий, или может быть даже светлый. Ну что ж, погнали. Второй оттенок как будто мне даже светлый. И, кстати, что меня очень сильно удивляет, это то, что я бы не сказала, что это прям флюид, потому что покрытие такое вот нормальное, среднее. Мне нравится, что этот тон добавил мне сияние на лице, потому что я вижу действительно под многими углами преломляется свет, и появилось вот это такое естественное сияние как бы изнутри. В общем-то, буду наблюдать за ним дальше. Сейчас закончу полностью свой макияж и покажу вам, что у меня получилось в итоге. Я закончила свой макияж, и по первым впечатлениям, вот когда я просто смотрю на себя в зеркало, мне нравится, как сейчас выглядит моя кожа. Мне нравится ощущение этой тональной основы на лице. Она себя ведет очень похоже на то, как ведет себя тональная основа Bourjois Healthy Mix. То есть вот такое вот очень увлажненное чувство на лице, нет чувства стянутости, нет чувства дискомфорта, то есть достаточно легкое как будто покрытие, но тем не менее покрытие на самом деле совершенно не флюидное, это такое хорошее среднее покрытие. По первым впечатлениям мне тоже понравилось то, что этот тон как будто не заваливается в мимические морщины, по крайней мере на данном этапе, вот спустя где-то минут 40 после того, как я его нанесла, я вижу, что лоб у меня очень зеркальный. Нет здесь вот такой вот гармошки, которая могла бы быть, если бы тон был менее пластичным. Но, к сожалению, все равно я вижу текстуру лица, которая у меня вот здесь вот. Я надеялась, что этот тон ляжет более тонко, возможно, не будет эту часть подчеркивать, но я не могу сказать, что он очень сильно подчеркивает эту зону, но в то же время мне хотелось бы, чтобы он не то чтобы не подчеркивал, а даже сглаживал эту зону, но этого пока не происходит. И для того, чтобы вы смогли полностью сложить картину по поводу того, как выглядит эта тональная основа, я вам, как всегда, обязательно покажу в макросъемке при дневном освещении эту тональную основу. Консистенция у нее в целом немножко плотнее, чем у флюида, и на лице эту тональную основу слегка видно. Не могу сказать, что это прямо на штукатуренное лицо, нет, ни в коем случае, но эту тональную основу слегка немножко видно все же на лице. Мне очень нравится эффект вот этого вот здорового сияния, такого как свечения изнутри. Главное, чтобы это совсем не превратилось в что-то такое жирное, что будет блестеть не только в тех зонах, которые красиво бликуют, но и во всех остальных тоже. И раз мы с вами об этом заговорили, то я вам сейчас вставлю кадры, сравнение до и после, как выглядела тональная основа в начале, когда я ее только нанесла, и как она выглядела в конце дня. И вы сможете сами оценить результат. Учитывайте тоже, что тональную основу я ничем не закрепляла, и праймер я тоже не использовала. Я прерываю свой обзор новым включением. Сегодня совсем другой день. После создания предыдущего видео мне не покидало чувство, что надо попробовать как-то еще нанести эту тональную основу, чтобы сделать обзор более полноценным, потому что тональная основа реально очень сияющая. Вот, наверное, одна из самых сияющих, с которыми я только имела дело. Поэтому мне захотелось попробовать ее сегодня немножко припудрить. И в целом сегодняшнее нанесение будет немножко отличаться. Я вообще не наносила консилер под глаза. И я хочу изначально нанести тональную основу вот в эту зону. Там, где как раз-таки у меня самая грубая текстура лица. И потом, если нужно, будет я где-то очень точечно добавлю консилер. И также я сегодня хочу закрепить вот эту вот зону пудрой, которая у меня реально была как наполированная, такая ботоксом заколотая. Сегодня хочу ее закрепить пудрой от Pixi. Это очень тонкая пудра. Она не матовая, она сатиновая. Поэтому я думаю, она хорошо должна подружиться с этим тоном. Не создать такой штукатурный эффект, но в то же время немножко все-таки прибить вот этот блеск. Еще, кстати, в прошлом видео я совершенно не обсудила состав этой тональной основы. Не сравнила оттенки ни с чем. Поэтому сегодня я дополню предыдущее видео. Нанесение спонжа мне понравилось, хорошо все распределяется. Ну вот, тон я нанесла. И, по-моему, сегодня мне даже больше нравится эта тональная основа, нежели вчера. Потому что вчера я наносила консилер и сюда. И оно как-то смешалось. И текстура кожи у меня сильнее из этого подчеркивалась. Поэтому сегодня однозначно мне нравится больше. И я наношу консилер сейчас Golden Rose. Вот на стык буквально немножко я хочу его добавить. И при растушевке я стараюсь прямо на месте топтаться, чтобы не спускаться сильно низко. По-моему, так реально лучше. Последнее, что мне осталось, это нанести пудру опять-таки влажным спонжем. Я это буду делать. Чуть-чуть наношу пудру. И буду закреплять именно центр лба. И, может быть, еще слегка прихлопну по бокам носа. Буквально чуть-чуть. Оттенок у этой тональной основы реально очень светлый. Причем, что это двойка. То есть единичка, наверное, вообще как молоко белый. Но двойка светлее даже самых светлых тональных основ, которыми я пользовала. И самая светлая, наверное, моя такая зимняя тональная основа, это Armani Luminous Silk. У меня оттенок номер 2. Но этот оттенок даже темнее, чем Lumine. Тем не менее, мне кажется, что Lumine со временем немножко окисляется. И к концу вечера уже настолько белесой она не выглядела у меня на лице. И, в принципе, выглядела достаточно органично. Сейчас я хочу закончить свой макияж и еще пару слов буквально сказать о составе мои наблюдения. Ну что ж, результат сегодня мне действительно намного больше нравится. То есть сохранилось все равно вот это вот сияние, естественное сияние, да, в кавычках. Но при этом без перебора. Но, тем не менее, сейчас только начало дня. Вот 12.30. Нанесла я ее где-то, наверное, в 12. Посмотрим, как она продержится на протяжении дня. Снова ли она станет настолько сильно блестеть или все-таки пудра ей поможет. Но уже сейчас я могу однозначно сделать выводы, что эта тональная основа категорически не подходит для жирной кожи. Я бы, наверное, сказала, что эта тональная основа лучше всего подойдет даже не для нормальной кожи или там для сухой, а именно для возрастного макияжа. Так как тональная основа легкая достаточно, если ее не наносить толстым слоем, то она очень легко ощущается на лице, не заваливается в морщины. И в то же время вот это вот сияние очень красиво выглядит в возрастном макияже. Добавляется холеность лицу, такой как ухоженный вид. Пропадает тусклость лица, какая-то такая вот излишняя матовость, которая уже граничит именно с сухостью. В целом мне нравится, как тон выглядит на лице. Я однозначно буду дальше пользоваться этой тональной основой и все больше и больше ее узнавать. И где-нибудь дальше тоже с вами буду делиться своими впечатлениями. Однозначно это мой будет выбор, возможно, для съемки, для каких-то коротких событий. Но если мне нужно прям с утра до вечера и чтобы была стойка, то здесь это, скорее всего, вообще не вариант. И если вам нужно вот так вот очень-очень стойко, то посмотрите мое видео. Я вам оставлю на него ссылочку вот здесь вот в уголке под буквочкой I. Там я раскрываю технику нанесения тона для максимальной стойкости, в том числе не в жару. В основе состава здесь на первых местах разного рода силиконы. Но что меня удивило, это то, что вот столько в составе занимают силиконы, а все, что идет дальше, это разного рода экстракты. Тут гиалуроновая кислота, диоксид титана, потому что здесь СПФ-20 в этой тональной основе. Конечно, в середине и в конце списка тоже есть химические элементы, но реально, если посмотреть на список, очень много здесь разного рода экстрактов, разного рода полезных ингредиентов для кожи, которые не будут сушить кожу, которые будут увлажнять и питать ее на протяжении дня, как, в принципе, нам и обещает производитель. А сейчас я предлагаю посмотреть уже на результаты в начале дня и в конце дня, именно с новым нанесением. Как видите, с этим способом нанесения сияние кожи тоже сохраняется, но оно не выглядит излишним. На мой взгляд, смотрится красиво. И если сравнить с предыдущим нанесением, то видно, что как раз там кожа уже выглядит жирной, а не сияющей. Поэтому я делаю вывод, что сатиновая пудра это очень хорошее решение для закрепления этого тона. А вообще, я заметила, что лучший способ управления такого сияющего макияжа это использование спонжа, матирующих салфеток или, в моем случае, блатерации. Так кожа продолжает сиять, но не блестит. И сейчас я уже с такой вот легкой душой и чистой совестью могу заканчивать это видео, прерывать сегодняшнее включение и возвращаться к старому отснятому материалу. На этом у меня все. Я очень надеюсь, что это видео было для вас полезным. Обязательно задавайте свои вопросы, если они у вас остались. Также перед уходом не забудьте подписаться на мой канал. Это можно сделать вот здесь вот. И также я вам оставлю два каких-то еще видео, которые вы можете посмотреть, если у вас есть еще немножко времени. А если вы вдруг уже эти видео смотрели, то мы с вами увидимся в новом моем видео через несколько дней.